На вооружении у городовых были вот такие сабли. Посмотрите, сабли Драгунская солдатско-златоустовского завода 1875 года. Назывались эти сабли в народе селедки, но я так думаю по изгибу в хребте, не выплаты, а наоборот прогнут. И обязательно у них были револьверы системы Смит-Эн-Вессом, достаточно дорогостоящее оружие, причем оно оружие двойного действия и в войну применялось. Что значит двойного? То есть можно было стрелять, когда взведен курорт для дальней стрельбы, руку вытянул, прицелился. И мягко нажимаешь на курок и таким образом стреляешь. А если для ближней стрельбы, тогда уже можно было стрелять, не снимая с предохранителя. То есть силой давишь на курок и происходит выстрел. И здесь же посмотрите мундир 1914 года. То есть этим летом мы устроим праздник в этом полицейском мундире. И вы знаете, когда родственники одного из полицейских нам его подарили, на нем были не настоящие пуговицы, так скажем, они были дешевые. То есть ножка была отдельно как бы от самой пуговицы. Но директор нашего музея Таисия Васильевна ездила в очередную командировку в Москву. И она в каком-то небольшом магазинчике нашла настоящие полицейские пуговицы. Посмотрите, вот они там с кирбом. И они вот цельно литые. То есть это когда ножка от мороза не отвалится. Почему французы проиграли в 12-м году войну? Просто у них от мороза отваливались пуговицы от ножки. И мы видим, они постоянно чем-то были подвязаны. Субтитры создавал DimaTorzok